День добрый, здравствуйте! Спасибо за звонок. Кресло необходимо использовать до того момента, когда ребенок дорастет до роста 150 см. То есть у нас почему-то в нашем законе на сегодняшний день почему-то это не прописано, вот это ограничение по росту. Хотя в принципе логично было бы ограничить именно по росту. Потому что, как известно, дети у нас бывают разные, бывают большие, бывают маленькие. Но 150 см рост это такая абсолютная величина. То есть это минимальный рост, на который рассчитаны автомобильные ремни. А что написано в законе по этому поводу? В законе написано до достижения 12 лет. То есть про росту ничего не сказано, к сожалению. Да, странно. Но еще расскажите про гаишников. Я очень люблю историю про ДПС. Ну, собственно, что рассказывать? Ну, говорили про нелепицы. Только одну эту историю? А с вами что-то такое происходило? Очень многие гаишники на полном серьезе советуют посадить ребенка на подушку. Вот о чем мы начали, собственно, беседу нашу. То есть... Ну, то есть я понимаю ход их мысли. Я примерно так же мыслил сам до того момента, как пообщался с вами. То есть мне казалось, что основная проблема заключается в том, что ребенок должен быть пристегнут. Но пристегнут должен быть ремнем правильно. Так, чтобы не удушить себя в случае чего. Вот именно поэтому... Я, кстати, тоже слушал это от представителей милиции по телевидению. Они говорили, что положите подушку, поднимите ребенка вверх. Вот о чем я речь. Вот это они по телевидению и говорят. А вы считаете, что все совсем никак? Понимаете, вам это заблуждение простительно, поскольку вы, так сказать, просто человек, просто родитель. Я сотрудник канала высокой автомобильной культуры. Мне как раз непростительно. Хорошо, вам тоже непростительно. Но им непростительно еще больше, поскольку они, так сказать, представители закона, которые должны этот закон популярно нести в массы. Они его не несут. Объясняю, почему нельзя посадить ребенка на обычную подушку. Потому что подушка-то ничем, кроме самого ребенка, не зафиксирована. И при резком рывке вперед, то есть когда машина резко затормозила, и все предметы, находящиеся в ней, начали двигаться вперед, подушка тоже просто вылетает из-под ребенка. Соответственно, его нижняя часть тоже дергается из-за этой подушкой, вот так вот подныривает под ремень, и ремень, опять же, оказывается на животе. Ну и, соответственно, травмы вплоть до смертельных, до разрывов внутренних органов и так далее. Так, понятно, опять вот вы все пугаете. Ну, что поделаешь. Страсти какие. Страшная тема, что поделаешь. А у вас на сайте есть три кита, три основных лозунга, три слогана, да? Выделены такими вот зелеными. Да. Провозгласите их. Каждому ребенку отдельное место в машине. Так. Все люди, все пассажиры, находящиеся в машине, должны быть пристегнуты. Так. И должны быть закреплены все более-менее тяжелые предметы, находящиеся в машине. Ну, давайте об этом поговорим. Давайте поговорим. Ну, то есть, любой предмет, начиная от тяжелой сумки и заканчивая домашним животным, не пристегнутым, не закрепленным, может стать потенциальным источником травмы при аварии. То есть, именно потому, что вес предметов при аварии увеличивается в несколько раз. Сумку можно элементарно положить в багажник. Ну, это понятно. Если кладут ее в салон, значит, просто, видимо, уже не помещается. Ну, не совсем. Я думаю, что чаще всего кладут в салон просто потому, что не думают об этом. Ну, либо потому, что, да, нужны какие-то вещи, первые необходимости, чтобы в случае чего протянуть руку назад и из этой сумки что-то достать. То есть, вы настаиваете на том, что нужно класть все в багажник. Еще один звонок. День добрый, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот вы говорили, что подушки нельзя подкладывать ребенку, который ниже определенного роста и под ремень под ростом не подходит. А какие можно тогда приспособления подкладывать под ребенка, чтобы он доставал до ремня? Вот. И все-таки, вот, опять же, такой вопрос, где нет, нету ремня, но он вроде как предусмотрен. Как бы крепить ремень, да, а куда его застегивать? Это же, получается, он должен быть посередине заднего сидения? Вот такой вопрос. Спасибо большое. Ремень должен быть там, где он предусмотрен, конструкция автомобиля. Да, да, да. То есть, если сзади посередине ремень не предусмотрен, соответственно, не надо его туда пытаться устанавливать. Это будет совершенно неверно и не факт, что он сработает вообще каким-то образом при аварии. Соответственно, если машина, конструкция машины предусматривает крепление ремня, то, соответственно, предусматривается и место для ответной части. То есть, при установке ремня будет установлен как сам ремень, так и вот эта ответная часть, пряжечка, куда он вставляется. То есть, тут никаких проблем нет. Теперь, что касается того, на что же все-таки можно посадить ребенка. Существует специальное приспособление, так называемые бустеры. Еще их называют разговорным словом «подпопник». Потому что он представляет из себя сидушку, то есть просто сидушку вот такую вот, со специальными такими ручками, направляющими, которые позволяют перенаправить ремень правильно. Еще у них, как правило, есть специальная клипса, ограничитель высоты ремня. То есть, она защелкивается так вот, фиксирует ремень, так, чтобы он проходил правильно. Вот на такое приспособление ребенка посадить можно. То есть, она из-под него никуда не денется, ремень будет зафиксирован в правильном положении и при аварии там и останется. Эти бустеры сертифицированы? Да. То есть, с ними все нормально? Да, то есть, с ними все нормально. Это группа три по классификации. От 22 до 36 килограммов, то есть, примерно от 7 лет. А сколько стоит? От полутора тысяч, даже дешевле бывают. То есть, они, получается, дешевле, чем сиденья? То есть, в принципе, рублей от 700, наверное, я бы сказала. А что же не сделать такой же бустер, но, скажем, более мощный и крепкий для детей, которые будут постарше? Таким образом, все равно получится дешевле, чем сиденья. Ну, собственно, эти бустеры, они и существуют. То есть, бустер со спинкой – это, получается, сиденье для детей от 4 лет. То есть, они, собственно, представляют из себя вот эту вот сидушку со спинкой. Когда ребенок достигает 7 лет, то спинка снимается, остается вот это вот сиденье-бустер. Надо было бы, конечно, вас попросить принести вот эти все девайсы. Чтобы можно было, потому что очень трудно. Или хотя бы фотографии какие-то. На фотографии, да, было бы желательно очень, конечно. Потому что я в полнейшей растерянности. Я не знал, что существует такое дикое многообразие. Я знал, что есть кресла, за которые все ратуют, и которые я обязан установить. Но мне в голову не приходилось, что существуют вот эти все альтернативные варианты. Вот в этом-то и проблема, да, что их очень много. В принципе, разобраться на первый взгляд достаточно сложно. Особенно если учесть, что даже продавцы в магазинах, которые этим всем товаром торгуют, тоже зачастую, в принципе, вообще не в курсе, что они продают и для чего это нужно. А где вообще продаются такие сиденья? Как правило, в детских магазинах. То есть не в автомобильных, не в салонах, а именно в детских? В автомобильных салонах тоже бывает, что продаются. То есть какие-то определенные модели, которые рекомендованы производителям машины. Но все-таки лучше покупать либо на специализированных детских ярмарках, либо в специализированных детских магазинах. То есть там, как правило, широкий выбор, но есть чего выбрать. А существуют подделки азиатские? То есть они же очень чутко чувствуют спрос, держат руку на пульсе. Как только что-то начинает пользоваться спросом активно, они тут же выпускают на наш рынок партию вещей. Мне неизвестно о подделках. То есть, возможно, где-то на Дальнем Востоке существует эта проблема. Но, скорее всего, это не подделки, а просто изделия местного, скажем, китайского или еще какого-то производителя. Ну, в принципе, здесь я таких не видела. Но там-то, мне кажется, детей не пристегивают в Китае. Не знаю, не была. Не могу сказать. Я что-то ничего не слышал по этому поводу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!